всех приветствую себя на канале сегодня у нас 18 марта 2019 года и решил я заняться своими цитрусовыми и днем было у нас тепло плюс 15 летали пчелки я там немного серию про пчелок снял обложку хорошо носили сегодня и так как тепло на улице в час немного уже похолодало сколько у нас там сейчас я гляну по времени сейчас уже 20 минут 6 вечера на улице сейчас плюс 11 пасмурно так довольно я вот вынес цитрусовые погонять клеща красные клещи паутинные завелись это у нас был весенний вечерок таки что арматуру трепая сдуло листов немного и здесь поздувала под пару листки это здоровая хорошие листы сдуло три штуки это уже такие желтоватые что хотел рассказать потравил я клеща и зимой тля была тлю вывел пошел клеш так как отрава вонючая сильно комнате раз протравил был окна все пооткрывал но клещи такая зараза что особо не сводится они опять развелись в итоге листья такие вот получились погнутые пятнами желтыми это снизу клешт кто не знает они такие паутинку плетут снизу паутина у листья и бегают маленькие мелкие мелкие микроны это у нас вот сорта река 2017 года покупала его осенью 2017 маленький черенок был и вот он за год получается и полтора года этом вот лимону уже довольно высоки таки где-то сантиметров сказать даже около 80 если ветку эту братью также что вот покупал это у нас апельсин вашингтон новелл по 2 грейпфрукт проливи 28 06 2017 апельсинчик у нас вот красивый тоже высокий вырос на грейпфрукт проливание по двое хорошо растут он вот видно маленькая точечка а дартоне покажи креста вот я задаю так а что так это у нас апельсин это у нас каламандин каламандин вар варгентные это листики такие вот беленькими идут вот беленькие такие листики красивые зеленым также на грейпфрукте привит 28 7 2016 16 буквально недельку назад он отцвил хорошо так много ягодок видуют по завязывалась и раньше вот одна ягодка завязана видны маленькая вот на конце пальцев о чтоб пальцем не показывать вот фломастера пошло им рыхлю покажу вот маленькая маленькая ягодка а это у меня у парнику они стояли летом прогрызла осали старец к начал летать парники грызть и вот он подбрасывал буквально когда цвил листики черных подбрасывал сейчас расскажу если никто с таким не сталкиваюсь получается что вот дичок по двое грейпфрукт это вот культурный ствол пошел я не заметил он стоял в густоте со всеми не заметил как грейпфрукт дичок выгнал побег наверно вот такой вот высоты получается выше всего зерна сейчас срезал и уже все питание идет в крону и в плоды видно опять наклевывается вокруг надо смотреть следить того что у меня был этот мандарин также вместе с этим куплял кустом и этим как его зовут вот не помню это апельсин покупал с мандарином мандарин пропал тоже стал дикий пускать побег потом тот всыхаться всыхаться и так и не выжив лето не перетянул толком не протянул получилось что пропал он у нас что еще раз сказать это вот у нас мейер лимон мой но я подкормил добрением серой содержание и он перевалил сбросил все листья а мыло довольно так неплохи куст вот тут бежали мне по порогу чекай не мешай старый код обдула его называем и вот мейер куст был такие красивые листья были лимончиков было наверно штук восемь потом некоторые подпадали вот видно и осталось всего лишь два и когда серый подкормил листья тоже погорела немного стал такое пятнами сухими и что за наглые коты чик пошли лезут с этих сторон прорывался много извиняюсь так и вот получается что из-за серы у нас он листья и поскидал старый лимон мой больших мейера материнских также подками удобрением серый не заметил что там серы вернее не то что не заметил не знал просто просто что нельзя серый подкармливать про хлор то знал брал бесхлорная с содержанием серы не заметив часто пользуюсь уже жидким добрение цветочный вальс там специальные для цитрусовых подходит это вот так же мейера довольно длинный сантиметр около 40 вот получается просто что ветков бог смотрит это я уже продаю на днях не останется его это вот так же мейер переболевые с чисто зима сухоудомины болеет вот это я покупал тоже сорт у нас это новогрузинский 2017 осенью покупал позже где-то в октябре иголочки от маленький в нем в эвраке это побольше но эврака хорошо держится так и сухости не боится единственное что вот клешт этот напал да подъел его сильно вроде протравил вот видно клешт сидит маленький не видно не фокусируется ладно думаю после сегодняшней обработки пропадут эти клещи все так что мне тут дальше это мои черенки мейера поставим на подоконник пошли в роста так стояли зимой немного все нету пропало поливали поливая их можно сказать было 20 штук стаканчиков поливая стояли на пленке и на пленку лишняя влага стекала и не досмотрел она оказывается напитывалась постоянно корни погнили это все что удалось спасти четыре пять шесть семь восемь штук из двадцати четырех ну еще там в доме стоят такие без листьев штуки 4 не знаю там что то или на той же ну вот это остаться такая думаю в этом году щена черенкую и сам у нас вот главный красавец это ветром переворачивала его тут на пороге уже два раза до песок поздувал это у нас кумкват маргарита пролит на грейпфрукция 29 7 2017 это также его покупал и до его клеш добрался листики видно такие вот стали некрасивые пятнами это молодые листья и на молодые листья клешки где в основном хорошо двух после сегодняшней обработки думаю все таки поможет теплое помещение вынес их на улицу сейчас 11 но 11 это не мороз sky постоять немного проветриться конечно земля охлаждаться то не очень хорошо ну проветриться потому что их обильно попырского травы ядом это называется забыл забыл что что было нам набратал шприц она у меня зимой хотел пыль скотно передумал так что она запах сильно едки имея похоже на бензин таки вот название забыл ладно с тем названием короче она пол литра 2 миллилитра уволил этой химии и обильно смочил щу листву сукрону думаю поможет не будя уже клешта старый материнский лимон мэйер они выносил с дома там сидит он емкость из-под стиральной машины старый с нержавейки тяжелая да и таскать по проходах не охота на нем то осталось там с десяток листьев вроде бы клеща не видно так что так постоит вот такой вот красавец наш этот кумкват также я привил еще этот актон называется мандарин о клементин в европе мне товарищ был короче я попросил когда заметит он чаще в европе ты едет города то нашел эти веточки с привозных кремен тину и я пришел 4 2 то отошли сразу это что я по совету как бы бывалых немного замочил на сутки в вазе с добавлением меда то они вот сразу и засохли можно сказать после прививки где-то через неделю почернели два стояла зелеными потом еще один от чернел почернел наверно на окне солнце пригрела да может спарюсь он там меня не заметили а вот четвертый с этих прищепок получилось все-таки удалось его привить того что чего не открывал смотрел то уже с почек пошли мелкие побеги свежие так что клементин с покупных этих элементов что в магазине продают там веточки все-таки строк одна принялась прививок уже от нее буду щепить дальше прививать то шипить у нас говорит так щепки привой деревья и вот получается уже обработал я от клеща занесу дом посмотрю окон себе покажи этот химикат звезде клещата или не то что от клеща творится на листьях неладное сильно дело они становятся для красивые белыми пятнами темного клеща сверху такими и в итоге потом отпадает также уже подкармливал мой сад этот давно то думаю и подкормить надо будет ну покуда земля холодная то не буду подкармливать то что покуда квартира на прогреется земля то корни могут спориться вот так уже поставлю постоят они прогреются завтра думаю даже не завтра можно после подкормлю то что для которой я упалливал уже апельсин то суховатый можно подкормить я желательно все в одно время подкармливать чтобы знал то что уже тогда и что вот такие мои цитрусовые в основном все покупные единственно что это мэйер свой что прививаю что черенкую большинство то уже по продавал для красивейшие были такие хорошо перезимовали буквально недели две назад забрали большой мэйер виде это вот остаться уже думаю это тоже продать можно красиво уже вот пошел рост побег свежих но надо будет человеку сказать что детку эту но за ну так сюда и завязал уже после пересадки то что я для пересыла в основном сажу то у меня получается в маленьких емкостях чтоб я с посылки меньше был вот такой мне вот садик будешь сам думаю все таки построить в домику простой зимний сад небольшой ну это надо хорошо подумать конечно дело дороговато и где то что надо и фундамент и блоки утеплитель и желательно было поставить стеклопакеты объемные такие с минимум перемычками чтоб свет хорошо попадал и крышу желательно было все то такое сделать но это надо посмотреть видео кто что делая и потом собрать все укушу и лучший вариант выбрать пришел вот кот ласчется все готовы меня целая куча бегает соседские поставались и своих кошка в том году дала в этом году то таблетки даем чтоб косинят не было так ладно поставлю все до кучи опа вот такой у нас цитрусовый сад ветерок дует а боюсь это оставить уже три раза переворачиваю разу вниз туда упал ну тут не высоко сантиметров семьдесят то вниз упал то наверху тут два раза и укульнула крона большая снизу вес малый так не очень-то ему устойчивая стоят вроде бы уже после обработки подсохли они буду я заносить их помещение то что перепады туда-сюда не охота для их сильно стресс это надо подоконник поставить и мелкие будут стоять пределета поставим в теплицу на этом я буду заканчивать кому понравились мои цитрусы ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи до свидания